32 это норма? Хмммм Перео пампинг это годно Говорят надо очистить зубы минимум два раза за день И это было ровно до того момента как мы узнали про Перео Пампинг Субтная паста в форме геля Номер один в Корее Перео Передавай большой аньон всем кто в тебя не верил Перео Футуристичный флакон с помпой экономит расход Контролируй подачу геля сам выбирай когда стоп Хватит! Оцени солидный объем Возьми Перео пампинг свой И наслаждайся мягким вкусом Не перепутай с соком Насыщенный вкус Это Перео Стильный дизайн Это Перео Любком скорей Это Перео Просто возьми и проверь его Солидный объем Это Перео Удобная помпа Это Перео Это мы берем Это Перео Твоим зубцам Перео Попробуй корейскую зубную пасту в форме геля Перео пампинг со скидкой по промокоду PERIOMARCH Или просто кликай по ссылке в описании Промокод действует с 29 марта по 5 апреля Перео Зубные пасты номер один в Корее Как же я рада Что наконец-то Мы поставили съемки в выходной И ты смог приехать Кстати, сегодня выходной Я почему-то думал, что понедельник Нет, с понедельника завтра Я хотел отказаться Последний момент оправдаться А сегодня понедельник я не могу А в какой-то момент переписка с тобой в ватсапе Заключалась в том, что я тебе писала Привет, мы такого-то числа снимаем над каст И ты писал, блин, привет, к сожалению, не смогу Да, но потом я писал все равно приглашай Да-да-да Дек, нет, я в какой-то момент уже сказала Я говорю, я заебываю Давай я уже не буду писать Все равно приглашай Мне нравится отказывать тебе Продолжай, продолжай это делать Но я рад, что вы не оставили этих Как это называется-то? Потук Как это называется? Попыток Попыток, да С ебать такой Крутой Крутой, что забыл слово попытки Блин, мне нравится, как все началось Да Молодцы, что с вами И дождались меня, это хорошо Я видел, что вы перебивали Синякова у меня И Харламу И наконец-то то ради чего мы вообще придумали над каст Все, последний выпуск над каста То ради чего Прекрасно Ну, в общем, спасибо вам Ну все, поехали Ребята, приятно Все Отлично Реально все пожарили Вот игры, которые реально доделали Все, я поехал? А, ну давай Кстати, вот о таком поведении, как у Леши Я хотела вот сегодня обсудить с вами эгоизм Да? Аааа Не дружба, потому что дружбу, ну Мы обсудили с Соболем Видишь? Мы перепутали Это мог бы быть ты Мы перепутали темы, да? Закрыли не там Но Есть такой момент Вот скажите мне Блицопрос Вас когда-нибудь кто-нибудь называл эгоистом? А ты так начала, я думал, ты меня ругать сейчас будешь Сливался? Это эгоистическое поведение? Эгоистичное? Ну я же просто подвязалась Подвязалась, хорошо Но было обидно Мое эго затронутое Поэтому в тему Мне точно Я опережу Мне точно говорили, но это уже не в детстве, не родители, никто Уже Когда с девчонками начало общаться, что-то переписываться, всякое такое Девушки говорили, что да, что я вонючка эгоист еще тот Ну даже в самых простых вещах, условно там В Заре В Заре, да А ты так негодяйничать будешь, да? Вот так Естественно Ну в общем, да, в проявлении каких-то внимания, то есть Мне Все, тебе для чего Потому что вот так я думал тогда, видимо К своей персоне больше, видимо, требовал внимания Но это в каком возрасте было? Ну уже в таком, в молодом Типа 18 Мне кажется, в этом возрасте вообще всегда от девушек слышно, что ты ни хрена там типа не думаешь Поэтому, мне кажется, может это такой период, что в этот период мужчины действительно такие, блин, мне бы вот Типа тусить, ты не понимаешь, как сказать, каких-то важных моментов, которые важны для девушки в этот период, что вот ей, например, там нужно больше внимания Ты зациклен на других вещах, на каком-то там становлении себя, не знаю, на поиске или просто на времяпрепровождение Потому что ты понимаешь, что, о, я теперь там с 16 до какого-то, до 25, я уже без родителей, типа Возвращаешься, получается так Ну и к тому, что вот я себя помню Я куда-то на подходе отъехал В невере тоже, ты вот все время живешь с родителями, а тут ты в общаге, общага полная женщин У нас так было, это правда, у нас в педагогический институт, там одни девушки были в основном И ты, естественно, ведешь себя, как такой, ну, нацеленный на себя человек Ну и значимость, да, значимость еще этого всего Да и баба не требует все время Бесят Я согласен, это же значит, не ты эгоиста, значит, ты не делаешь, как я хочу Да, может, она что, она хочет? Так вы сначала ответьте Вы трое тоже, пока только Чермен ответил Можно уже? Да Извини, конечно, я слышал и от женщин, и от женщин, которые меня рожали И все А их было несколько? Да Ну там, да, коллективные Коллективные роды Ну, от мамы часто слышал Ну, и это было по делу Я говорю, я хочу учиться в Екатеринбурге Она говорит, у нас нет денег Я такой, ну и что? Она такая, ты эгоист? Я такой, ладно Потом я говорю, я хочу в Турцию Она говорит, у нас нет денег Я говорю, я возьму кредит Она говорит, я его буду отдавать, нихуя ты не возьмешь, блядь Ну, поняла схему сразу Ну, от женщин, естественно И в начале, и в конце отношений Я слышал от родителей очень редко, что они говорили, вот, типа, ты только на себе зациклен, только твои интересы, а девушек, кстати, я никогда этого не слышал, потому что, поскольку жесткий каблук, такого не возникало И вот те, кого я любил, а это одна девушка, которая у меня сейчас Хорош Действительно каблук Я очень хочу секс Купить Либо кофе с дополнительной скидкой в 30% по специальному промокоду, вы можете по ссылке в описании Она как, ну, я реально в отношениях всегда отдаю, всегда думаю, ну, в первую очередь, вот, чтобы ей было хорошо, потом уже свои интересы, поэтому только от семьи, но там я реально был Урод Сейчас, не знаю Перезвоним Ну, я вот, кстати, не помню, чтобы мне прям так открыто говорили, что смотри, как ты эгоистично поступаешь, что вот, ты только для себя Ну, может, я особо так и не вел, но, в целом, я понимаю, что присуще, как бы, качество эгоистически, мне кажется, любому человеку Потому что ты в первую очередь думаешь о безопасности своей, ну, типа, как тебе, как себя в жизни Удержать Ну, на каком-то животном, наверное, уровне А дальше ты Думаешь, а, ну, вот этот человек, значит, вот это, например, там, да, самый ближайший родственник Там, мама, дети, там, жена и так далее, и ты такой, так, ну, значит, вот эти А что дальше, я уже потом, там, подумаю, посмотрю, как в этом плане вести Ну, вот как-то так, ну, прям так, чтобы не говорили, смотри, какой-то козел, вот так вот Ты поступаешь? Наверное, не было Ну, ты всю жизнь провел в дуэте, ну, грубо говоря, я имею в виду, там, с Бандерасом Все равно сложно быть Но все равно о вас думал, как бы это странно ни звучало, ты его не называл ближайшим родственником Он где-то цокает В отношении К Дудюне взяли, нахуй, все равно В отношении друзей тоже, ведь понятие дружбы-то, это когда ты понимаешь, что другому человеку нужно, ну, то есть, наверное, Банальный всякий, там, прийти на выручку, как бы не бросить в трудную минуту, потому что мы сами понимаем, какие бывают ситуации Но здесь, короче, мне кажется, вообще должен быть правильный баланс И эгоизм у человека, он должен быть, невозможно все отдавать, потому что это вообще неблагодарная херня В итоге ты там сдохнешь, вообще, и тебе никто в итоге не поможет, если ты всем такой, ребята, ради вас, смотрите, что, Зоя, я приеду обязательно, я сейчас брошу все Любые там надкасты, подкасты А по сути дела Нет, 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 ты не оправдайся, ну перестань Семнадцать отказов подряд Ну, например, например, если я хотел спать вот даже в этот момент, вот банально, я хочу выспаться в этот момент, потому что до этого я провел там по каким-то делам Там детьми занимался, ездил там, на гитаре играл даже, неважно, ну вот хочу выспаться, почему я должен бросать все и ехать, например, к Зоу? Не должен, спасибо, что пришел, ты не должен У меня просто возник момент, ну понятно, у меня был тоже период, когда я слышал это от мамы и от брата, я уже рассказывала, что у меня вот был какой-то период после универа, когда я такая, мне все вот эти работы не нравятся, я не знаю, кем я хочу быть, но я не буду работать И просто я там, ну подрабатывала на какие-то вообще, на ерунду себе зарабатывала, но жила у мамы, и мама там платила, допустим, за квартиру, там продукты покупала, и конечно, ну у мамы возникали вопросы, и как бы она говорит, ты собираешься работать? Я говорю, я ищу, ну, свое призвание, она говорит, это эгоизм, ну типа нам нужно, как бы, она думала о том, что когда-то я же должна начать ей помогать там, и этого не было видно признаков вообще того, что это получится, и поэтому, да, возникало В детстве я вообще отвратительная была, я, ну, вообще тотальный эгоист была, да А у тебя какое детство было? Очень трудное, очень трудное, но я вот что делала, я не помню, я рассказывала, нет, что, допустим, мама печет торт, там, черемуховый или медовик на чей-то день рождения Черемуховый торт? Это странный торт Вы не ели черемуховый торт? Я что-то ел такое? Сушеная, продавался порошок черемухи, не чистая ягода, и это в тесто добавляли, и у него такой очень терпкий вкус, сметанный крем к нему обычно шел То есть не собирали вы его так вот? Нет Значит, я просто ел черемуху И торт Я просто помню В разные дни просто В общем, в разные периоды жизни Ну, допустим, делили как-то этот торт, там, типа, бабушкам, потом еще кто-то пришел, кого-то угостили, и вот одинаковые два куска, мама там по линейке выменяет, мне и брату, типа И брат говорит, я... У вас специально такая треугольная была Да, брат говорит, ну, брат убирает в холодильник, потому что он такой, я вечером с чаем, значит, оттяну удовольствие Я сжираю сразу свой, в ту же секунду, и продолжаю хотеть еще, и что я делаю? Я достаю его торт, вот так чуть-чуть отрезаю сбоку, убираю его, съела Потом я не могу остановиться, я, типа, достаю еще с другой стороны, обрезаю Потом он приходит, у него там просто вот такая Очень тоненькая Очень тоненькая Лучше бы доела Лучше бы доела вот эта, которая острая, когда он себе хлистает Ну, и он начинает на меня орать, и я, типа, говорю, ну, надо было сразу съедать, ты же знаешь, типа, что я, ну, вот, сладко ешь Господи, я жил в этом, я жил в этом годами, когда вот, ну, брат и тетка старшая просто, ну... Тетка? Ну, у меня так получается, по возрасту у нас тетка, наша подруга была, по факту, пока мы в школе были, и то же самое, вот это, в то время, там, когда нам что-то покупали, это, типа, тебе Баунти, тебе Сникерс, тебе Марс, все, и это вот, они три батончика вот так лежат, вот один из них твой, и я думаю, сейчас, нет, сейчас не буду, потому что вечером с базара бабуля приедет, и она варенье разрешит достать, и тогда с вареньем уже и Баунти... Баунти с вареньем? Да, чувак, ну, в смысле, варенье в чай, чтобы чай с вареньем, да, чай с вареньем, чтобы, ну, двойной экстаз получить, и пока я вот в этих своих, знаешь, формулах, типа, там уже съедается мой Баунти, и нету его, и уже никому не докажешь, просто, они просто, они не просто говорили, типа, отнекивались, ну, не было такого, а я самый младший, самый слабый, и все Ну, мне вот кажется, ну, как бы к детям вообще неприменимо, вот это испытание, когда ты, типа, не должен что-то взять, я помню, когда покупали на день рождения конфеты, и я находил их заранее, я знал, что у нас лежит пакет, там, такие эти ананасовые, Ну, я знал, что они лежат, но это на день рождения, день рождения, ну, это реально, там, через две недели, он, мама заранее покупала, и я вот так вот, я приходил со школы, я открывал, и аккуратно ее развязывал, туда засовывал, вот так вот, и такой, о, с чайком, типа, ну, когда нет никого дома, ну, вот начиналось, типа, еще одно, и вот так, и ты просто не можешь держаться, я в какой-то момент, вот так вот быстро хватал, типа, еще одну, ладно, хер с ним, В какой-то момент мама заметила, что начали конфеты исчезать, типа, а что это такое, я такой, я не знаю, ну, нереально, особенно то время, это 90-е, когда ничего нет, когда мы радовались, мы в школу носили, с чуваком делали, знаете, вот эти леденцы, которые, сахар жженый, то есть ты радуешься жженому сахару, сейчас детям показать, скажешь, ну, типа, нахуй, это вот, здесь есть, орудие убийства какое-то, что это, да, да, здесь мы пекли сами пироги, я помню, в школу, ну, ладно, вы уже махнули пальцем, отменяем тему пирогов, О пирогах не говорим Да-да-да-да Он нам еще нужен Леша, припаси Это для другого горяча Мы так давно уходим, у нас пироги, отдельно хинкали Отдельная тема, просто пироги А сникерс вы в детстве не делили по вот этим чакоматам? Конечно, конечно Ты делил? Да Ну, я богато жил, ну, так просто пофалу Я жил очень богато, я два ел Ну, мы, типа, в бедных играли Я когда появился, сука Типа, охуеть, сникерс Давай, давай, о, как злой, давай У меня вообще хлеб сварили все время весом Давай, давай проверим, подожди, степень богатости Значит, у больше одной коробки Рафаэла у вас бывало? Брат, мне один раз принесли Вот, знаешь, как в магазине сникерсы продают Вот продавщица открывает эту большую хуйню И по одной достают, продают И вот так принесли Я повторю вопрос Блог, типа? Да, я повторю вопрос Это вы так богато жили? Вопрос повторяется А какие-то годы? 18 век Я, блин, пил гриб, я помню То есть вот на тренировку ты идешь Это вот с росой Да, я вы это так Срывал Вопрос был не понят, по-моему Вопрос был про Рафаэла Рафаэла было? В коробке, да, конечно Слушай, у меня У меня были только пустые коробки Я очень радовался им Вот когда появлялись Особенно Том и Джерри, круглые Мне отцу дарили подарки И он их нес мне Как я не сдох от диабета Я вообще не знаю Как эгоистично с его стороны Да На тебя перекладывать Эти великолепные, блин Конфеты и радости Ты знаешь, у них были задания Какие-то чисто номинальные задания Чтобы купить мне что-то То есть они уже купили Сникерс, колу Все уже лежит И они такие Ну давай, три круга вокруг дачи Сделай Я такой Ты же ребенком не ходишь Какая разница Все равно бежал куда-то Ты чисто задание выполнил Тебе дали Типа по фану Ты просто пробежал вокруг дома И тебе за это давали То, что уже купили Ты их заебываешь Они какие-то дела делают Они такие Давай, три круга и поедем И ты вот бежишь Еще два И за это тебе давали колу Мне бы и так дали Если бы я пошел в отказ Жестко отрицал Вообще система тренировок Странная была Сначала ты потренировался Потом сникерс, кола Вот это все И все Вся тренировка коту под хвост У меня была зависимость От колы в какой-то момент У всех была Я прятал У меня от пепси Ты когда Вы когда-нибудь с колой Вот у меня бывало Что я в школе Я литровую колу Или, да Ну, баночную Литровую колу Мог просто с половиной Хлеб Вот просто хлеб И колу Я мог просто Свежий вкусный хлеб Мог с колой И это лучший качество Мы покупали на тренировке Я помню Мы в поселке Там делали спортзал Сами себя И появились Эти У колы была акция Когда ты Под крышечкой Находишь еще Допустим одну колу Ты покупаешь Да И ты покупаешь еще одну колу Потом тебе еще Бесплатно дают У тебя собираются крышечки Ты смотришь Там еще можно И мы все лето пили эту колу И жали такие Сладкие булки Я помню Вот они продавались Тут же пеклись И ты просто колу С этой булкой Я колу вообще не пила Ребята Может Ну в детстве не было Может колу попьешь Не, а вот это у меня Да, уже там Когда появилась Так вот Почему я вообще Про эгоизм вспомнила Да, эгоизм Не, конечно Ну можем оставить На колу поговорить Тему Ну типа Любимые сладости Можно поставить Но я просто Мы отвергли Чурмя на любимые книги И фильмы Тему А вот Любимые сладости Два часа Не бою Я согласен Если что На любимые сладости Короче Вот был какой-то период Когда я Там Ну не Вот до 25 Когда я вот Как-то непонятно жила Немножко Одной ногой На шее у мамы Но с тех пор Вот я поехала в Москву Все, я тут работаю И Я это слово Не слышала в свой адрес Вообще Ну может быть Где-то за спиной говорили Но я не слышала его И вот Я пошла в терапию В прошлом году И Ну начала выяснять Что психотерапия Ну да То есть для меня Вообще эгоизм Это вот всегда Носило слово Негативный окрас То есть у нас В принципе там Вся семья И как у всех Там советская Постсоветская То есть у меня Для бабушки Вообще Эгоизм Это грех Который забыли написать То есть у нее Всю жизнь Вся жертвенность Для семьи Для детей Для мужа Для матери своей Для общества Для государства То есть для нее Эгоизм Это вообще просто Очень плохо И я тоже все время Если замечала В себе такое Я такая Ну плохо Зло Я надо лучше стараться И вот мы начали То есть я пришла С тем что Ну я жестко Очень сильно выгорела И Там начали разбираться Про отдых Что я его себе Не позволяю А надо это делать И вот как бы Весь этот клубок Разматываем Что она говорит Ну Как бы то что ты хочешь Там типа например Хорошо работать Если ты не будешь Отдыхать Ты в итоге Вообще перестанешь В какой-то момент Ты просто ляжешь И не сможешь Больше свою работу делать И там вот объясняли Что Ну она мне объясняла Что какие-то моменты Здоровый эгоизм Это нормально Если ты понимаешь Что тебе нужно Восстановить силы Чтобы лучше сделать То что ты хочешь делать Чтобы быть лучшим Там ребенком Партнером Другом Там помогать другим То сначала нужно Помочь себе И ну мы как бы Это все обсуждаем Я там по чуть-чуть Начинаю что-то Какие-то отдыхи себе Хобби находить И так далее Но я это живу И как бы Для меня ничего не меняется Изнутри Вот я смотрю Я такая же Ну абсолютно Ничего не поменялось И потом у нас была Какая-то ссора И вот единственная Вообще по-моему В прошлом году С Ромой Единственная в прошлом году Ссора Близились пиздец Заткни спирты Послушай меня Когда типа Это начинается Из-за какой-то вообще фигни И вот Ну а потом накоплено Что-то в это И меня вот Рома Прям так кинул Что такая эгоистка стала И я такая То есть что-то Ну мне не видно Но что-то Видимо начало меняться И мне потом сказали Что это вообще Комплимент для психотерапевта Если от тебя там Твой ближайший человек Что муж недоволен Да Считает, что ты эгоистка Значит ты Занялась собой Ну да Я просто Как бы есть Ты правильно говоришь Есть баланс То есть есть какой-то Здоровый эгоизм И он включает в себя И твои интересы И интересы других И есть две крайности Это вот нездоровый Эгоцентризм Это уже Когда только я есть Только мои интересы На остальное Мне вообще плевать Это разные термины Да Разные понятия Другая тема уже Эгоизм Как бы Эгоцентризм Другое А есть другая крайность В которой я Достаточно долго Просуществовала Это когда ты Очень удобный Для всех Социализм Когда ты Вот такой Когда вот как раз Извини Когда говорят Мне интересно Это так Это когда говорят А вот у нас Блин, пожалуйста Вот мотор в глав кино В 9 утра Вот очень надо Я такая То, что я встаю в 5 Приезжаю на грим Ну вот это все Я такая Да, конечно Меня же позвали Ну как бы Тут их надо выручить Или просто Ну типа Ну вот Они передачу снимают Им нужны гости Когда там Ну вот Что-то прислали Передачу Там у нас Монтажер любит В 11 вечера В 12 ее прислать И типа Срочно Всегда срочно Надо отсмотреть Ну что же Я же все равно Не сплю Я же все равно Не засыпаю так рано Я же до 2 не сплю Ну посмотрю Там передачу И вот это все Когда ты Или там Ну вот для меня Сейчас там Не камень преткновения Ну вот такой момент Который поменялся Что Там Рома такой Пойдем в бар И я такая Ну мне уже там Не хуй делать Потому что я не пью Ну пойдем Типа окей Посидим И для меня Это не отдых Я там не отдыхаю То есть это я просто Ну как бы вот Сопровождаю его Чтобы он не один пил Получается И я вот там Нет не пойду Ну типа Я книжку буду читать Я там Ну в своей Ване полежу Ну типа Просто вот что-то Буду делать Что-то для меня Хорошо И Я понимаю В чем тут проблема Когда ты был все время Один вот такой Вот такой Вот такой А потом ты такой Не я сейчас Вот так не хочу Как я до этого Восемь лет делала Я сейчас Ну буду немножко Про себя больше думать Это может Ну Вызывать какие-то проблемы Но Я понял Что уже просто Нельзя так Ну мне уже надо О себе думать Потому что Я просто закончусь Поддержу Да нет Это точно Потому что Есть разные Вот учитывая Ну ты говоришь Про свою ситуацию Я тоже по себе понимаю Потому что Появилось больше работы Если ты там В 18-25 лет Ты вообще Ни о чем не думаешь И мне например Вообще было пофиг Что я Там не могу найти работу Вот это хорошо Но наверное плохо С точки зрения Если ты в отношениях Ты должен искать работу Особенно если ты парень А ты такой Да я там собеседник не прошел Там что-то это Да мне так нормально Сейчас еще что-то месяц Поеблание Еще что-нибудь найду Ну как бы это неправильно Потому что ты должен Ну нести ответственность Особенно когда ты в отношениях Но Сейчас там Вот я посчитал Что мне уже 40 В этом году будет Или в следующем 30 40 Представляешь 40 Вот я так же 40 Маленькие слова Во мне сказал Что блядь 40 Да Но ты понимаешь Что у тебя уже дети У тебя там ответственность Сейчас у меня там Отца вот из клиники Мы забрали И рядом с собой поселили Чтобы за ним следить Ему 70 Ну то есть А в принципе Можно было бы забить И я там Так нет у меня съемки Но ты начинаешь распределяться И когда ты так Долгий период живешь Ты в какой-то момент такой Так стоп Но вот меня уже не хватает на все Соответственно где-то я должен сказать Нет Я типа тут не соглашаюсь Здесь я не еду Здесь я на других условиях Буду с вами сотрудничать И так далее Потому что учитывая Ваш график Сколько у вас работы Я думаю что это вообще нормально Вообще каждый человек должен Находить баланс Время и на это И на это И вот сюда К сожалению У многих перекос Кто-то либо жестко ебланит И вообще ничего не делает По жизни Его нужно заставлять И дергать все время Вот А кто-то наоборот Такой Я Ребята Ну пожалуйста Ну давайте Ну вы чего А ну Тут цель-то странная Ну да Ну это часто Когда ты вот за идею Чем-то занимаешься Работаешь Или к чему-то идешь Это в начале Причем это когда твоя идея И ты инициатор всего Ну типа давайте Давайте А потом Ну люди Вот мы сегодня С Викой как раз сидели Обсуждали Что в какой-то момент Люди такие Так а чего Ну типа Что ты от меня требуешь У меня там своя жизнь И я вижу свою жизнь У меня совершенно другие Особенности моего Как бы Ну нахождения На этой планете У меня там Вот такая проблема Такая-такая Ты же этого не знаешь И ты выстраиваешь Ну ты вклиниваешься В их жизнь Типа давайте Мы должны Вот так вот делать Чего-то мне уже Как бы это неинтересно Ну то есть ты должен Получается Как сказать Предугадывать И видеть Что человеку Ну нужно действительно Если вы с ним Там в партнерских отношениях Это неважно По работе По дружбе Или там любовные отношения Ты всегда должен считаться И также Хочешь чтобы Всегда считались с тобой Но Есть ощущение Что только ты нормальный В этой жизни Все что ты говоришь Я представляю Что это ты про ваше трио У них кстати вообще не про трио сейчас А что в трио Ну давай пообсуждаем трио Я не знаю Ты говоришь Один сильно хочет Другой не хочет Ну просто ты что-то расскажешь Это трио Не-не-не Это Просто видишь У меня так получается Что Так как у нас там клуб есть Да И волей-неволей Я стал каким-то Ну не то что руководителем Но я Как бы В коллективе Где ты все равно должен Что-то там Распределять А не просто Раньше было удобно Когда Бандерс звонит И говорит Слушай Джей Микан позвонил Нас зовут на съемки Сейчас будет там Камеди Клаб 2005 год Ты такой Блин Ну ладно Пусть еще попросят Мы тут Приедем с меня Тюрь И все Всегда за тебя Все думали То есть Чешей звонит Говорит У вас там есть Материал Ты такой Ну придумаем В последний момент То есть ты абсолютно Безответственный Вот И эгоизм В этот момент Ну наверное да Потому что Мы например с Бандерсом Готовились очень плохо К убойной лиге Мы готовились В самый последний момент Потому что были уверены Что это все будет нормально Но как мы бесили Редакторов И так далее Представляю Что у человека там пул Из Сколько там Из 12 передач И одни из Людей на которых Рассчитывают Да мы там Это Да пришлем попозже И ты приезжаешь Показываем Ну да У них нормально Но В какой-то момент Мы перестали так выступать Потому что Ну ты не успеваешь Потому что у тебя параллельно Там ты Графики И ты не можешь срастить Потому что ты еще молодой Вот Про что я вообще говорил-то Что тебе 40 Не про то, что ты теперь руководитель Да И ты понимаешь Приходите в стейдж Великолепный клуб В Санкт-Петербурге На комедию Восстание 24 Дробь 27 И снизу Вот так Очень ублюдское Региональное Нам 5 лет в этом году Мы прошли очень много А что самое интересное Не только стендап Но и кухня Все хвалят Боже мой Сколько раз Я ехал с концертом Чтобы пиццу покушать Спасибо Ну кстати Вот видите какая грань получается То есть вы ездили на убойку С каким-то эго своим Что вот вы потом все сделаете Сейчас мы своими делами Позанимаемся Все покайфуем И в итоге получилось Это неплохо Да хуенно Неплохо Тут другая тема Вы стали легендами Типа условно Тут другая тема Потому что очень сильно нас перло От того, что мы делаем И мы осознанно это делали Я вот в каких-то тоже Там сидел интервью И рассуждал на это Что когда люди Я видел людей на кастинге На смех без правил Уже потом они там ходили Или как это Комеди батл начинался тогда И люди просто приходят Два парня показывают миниатюры Вроде забавно У них спрашивают Сколько вы занимаетесь Они такие Да мы вдвоем просто В метро сейчас придумали миниатюры То есть у них Ни багажа ничего нет Мы такие Так на что вы рассчитываете Даже если вы пройдете дальше Вы не успеете написать Нормальный материал Потому что у вас Грубо говоря Моторы будут через час Ну то есть следующий этап А там мы шли прям осознанно Но видишь такой момент Кстати Вот это тоже интересно Просуждать Потому что Бандераса бесила Что я в последний момент Типа да мы там У меня нет То есть это не мы Не вы Это ты Я Типа лох Да Типа не вы В последний момент А ты Это называется фронтмен А не лох Ну я Получается я Да Ну а что Бандерас не мог написать Что ли Сам Не-не Ну да-да Я признаю Тут я прямо как козел Потому что Бандерас В какой-то момент Он меня поймал Когда я опаздываю К нему часа на три То есть я вот Раньше опаздывал Сейчас я вообще не опаздываю Практически Ну бывает Но там было на три часа Знаешь когда опаздываешь На встречу К Бандерасу И он звонит Я говорю Я еду-еду И у меня собака лает дома Он такой Ты козел Ну то есть да Вот мы Но мы были прям уверены Что у нас все получится И все равно Мы так же с кайфом На короткой дистанции Сделаем то, что могли бы там Делать допустим месяц Вот Ну вот сейчас я понимаю Что ну видимо Это либо из-за возраста Либо из-за объемов Которые ты себе ставишь Ну невозможно Так что Да я сейчас-сейчас все сделаю Надо блин Как-то размернее продумать Что-то такое Как будто бы откликается Как и Гарик говорил Про то же Только там было в контексте Не эгоизма А в контексте лени То что типа Харлоп Да То что он уже Ну то есть мы когда удивились Что типа как ты вот условно Ты говорил Или кто-то Ты его спросил Как ты не учишь Ты пустим текст Выходишь И в итоге идеально Отыгрываешь там Свою роль Там где-то там Где он Снимается Я просто знаю Почему он Ну вот Ну и То есть Складывалось впечатление Что вот Он вот так Как будто бы Легко ко всему относится Вот так тоже Как бы не готовясь В итоге великолепно Великолепно читает Стили текста Он так не сказал Он так не сказал Я говорю Ну нет Это понятно Слушай Ну это тоже талант Вот на Бебуру смотришь У него же косоглазие Как он читает Ну это вообще ужасно Да-да-да-да Когда он боится Отпустить взгляд Иначе все Потерял строку Блядь Работу Люблю Бебура Не ну У Харлы И во-первых И харизма На которую он вытаскивает Это ему помогает В какие-то моменты Не выполнять Грубо говоря Домашнюю работу Потому что потом Он на ней уезжает Да-да-да Он как-то презентовал Круто Вот эту какую-то Свою осязаемую Лень Которую Вот он Прирученную лень Типа Ну да Я ленюсь И мне кайфово Если мне кайфово Сейчас лениться Я буду лениться Но потом Типа Вот Какими-то своими Скиллами И силами Когда нужно Уже выйти И типа Условно Блистать Он выходит И делает Типа На своем Уровне Свою работу И я тут сидел Такой Наконец-то Хоть один человек Понял Мою задумку С ленью Просто я пока Не блистаю Как он Но определенное В этом пути Есть смысл Или нет Есть-есть Но видишь Леша тоже говорит Что вот он В последний момент Готовился И в итоге Он руководитель Но я вот двоих Таких и знаю Ну видишь Я готовился В определенный период жизни Вот сейчас Я так не могу Я понимаю Если я не буду работать Я упущу И уже волна Конкуренции Которая В какой-то Ты же Как сказать Вот вы допустим Поколение Сейчас За вами есть кто-то Конечно Кто Вот назови Какого-нибудь Комика Сколько тебе Тридцать два Тридцать два Да есть конечно Ну какой-нибудь Двадцать пятилетний комик Который сейчас Вот набирает И ты чувствуешь Блин Он сейчас Черменко-чмазов Ну Орлову сколько лет Ну младше же он меня Орлова тридцать Орлова тридцать Тебе двадцать Мне двадцать семь Ну двадцать семь Ну хорошо Ну видишь А мне двадцать пять Нужно Да мне двадцать пятилетний Ну понимаете О чем я говорю Но все равно Вы примерно Одного поколения Да Чермен чуть там Попозже появился Но вы Вы же после нас были Но вы сейчас Уже на таких Позициях Что намного Круче и Харлы И там И меня Вот и Бебур Уже непонятно Ну хотя Бебур с вами Но это факт Сейчас Ну единственное Что из-за Исторических обстоятельств Скажем так В нашей стране Чуть-чуть Подрошаталось Вот и комьюнити И волна На которой Люди развивались Вот чуть-чуть Ну как бы да И это обидно Но тем не менее То что Просто знаете Какая была штука Когда был КВН И появился Вот типа пост КВН Новая волна Вот типа Харлы Галыгины Мартирос Который уже состоявшийся Но там Перетрансформировался Я смотрел Думаю Блин нифига Они какие крутые Но у меня было ощущение Что все они У них было ощущение Что только они Будут всегда топами Вот почему-то У меня такое ощущение Ощущение было И они немножко офигели Когда появились Ну Вообще очень Просто рой Каких-то Талантливых комиков И начали их Немножко замещать Они такие Как будто они сначала Не считались с этим Те же комедии баттлы Типа Ну и что Сейчас выйдет какой-то человек А потом раз Люди с таким Осознанным материалом Стали выходить С такими Продуманные выступления Что мне кажется Они такие Сначала Че-че Как бы И Харл тот же самый Я уверен Что он переживал Это все Как бы деланная вещь Что типа Да я сейчас там На харизме Он всегда оглядывается И смотрит Теперь Вот кто Как развивается Потому что невозможно Существовать С сознанием Что типа Я последний в этом роде Теперь я всегда Буду в топе А кто там дальше Там больше не родится Ни одного человека Который умеет шутить Ну да Надо быть в контексте В этом плане Да Сто процентов Сто процентов У меня бывает Какой-то Знаешь Один Или там Два отдельных дня Когда у меня Бывает настроение Я просто смотрю Ну я больше По стендапу смотрю Типа Какой-то сольник Просто парня В регионе Который сам себе Его снял На свой канал И просто он мне Его кто-то Вот где-то в предложке Ну я может не весь Но типа Я там Минут 20-30 Посмотрю Чтобы уже Понять Ага Такой тип Просто взял Снял И он Блин, крутой И ты сидишь такой Пойду выступлю Наверное А то уже Как-то уже Да Поэтому всегда Нужно смотреть И следить И как бы И вперед И назад Смотреть Как делали То есть учиться У тех Кто уже прошел Какой-то путь И смотреть И анализировать Тех Кто еще только начинает Потому что у них Тоже могут быть Какие-то Заложены правильные моменты И это мне кажется Не только по юмору Мы сейчас так углубились Потому что мы юмором занимаемся В целом Любой в профессии В работе Я думаю Потому что мы никого не вспомнили Потому что они чуть-чуть Трансформированы В блогинг, тикток И так далее Ну да Там совмещение Наверное Какое-то Татуировки у него Крутые Пока мы зашли Кстати в тему Творчества И творческих людей Есть же такое Полное ощущение Что как партнер Творческий человек Это очень Плохо Ну то есть Очень не повезло Нашим Условным половинкам Да Потому что У кого-то есть У кого-то нет Ничего не могу сказать По этому поводу Кому там не повезло Моей повезло Ну Просто Короче Я вот даже Я еще думал Когда спросили Ваши любимые сладости Скажешь губы Моя женщина Я думал Это мы любим Это вы не любите Я Короче не так Ну Какое-то время Я вообще об этом не думала Потому что Ну Не знаю Не задумывалась Просто Потом я уже подумала Что наверное тяжело Быть с человеком Который вообще Как бы 90% времени Думает о себе О своей карьере Особенно если ты Вот просто там Никогда это не заканчивается Потому что сначала ты такой Мне нужно добиваться И поэтому Я вот сейчас буду Все там Свою энергию Своё время Тратить на то Чтобы пробиться А ты Ну как бы Ты есть Это хорошо Но я вот этим сейчас занята Потом ты добиваешься И такой Сейчас надо не проебать Поэтому мне сейчас Надо много-много работать А еще заработать надо деньги Потому что я наконец-то Ну как бы К ним получил Какой-то доступ И в итоге Мне кажется Что это никогда Не заканчивается И как бы Так или иначе Ну вся семейная жизнь Она Как-то вокруг тебя Твоего графика Там чего-то строится Ну часто так Слушай Можно я скажу Мне кажется Ты говоришь О построении карьеры А не именно Творческого человека Потому что Творческий человек Есть же И как бы Подъем Подъем Да И какие-то Вот самое сложное Когда творческий человек Не может реализоваться И вот он действительно Он начинает Просто чахнуть У него там есть идеи Но он не может их Как-то развить Реализовать Реализовать Да Вот тогда Наверное проблема Когда человек Ну и Так же Думаю в любой другой профессии Потому что вот есть люди Вот например Да я могу Ты начала говорить Я могу представить Женщину Которая руководит Там какой-то фирмой Или корпорацией Вот она все время в работе А ее муж такой Блин Я вот Ну что ты все время Он такой Да еб твою мать Мы там Блин едем в Таиланд Потому что я Работаю А ты там Учитель Он такой Ну я вот Там это Ну то есть Очень сложно И очень важно Чтобы в семье Оба были И друг друга толкали На развитие Поддерживали И в какой-то момент Были конкурентами Пьяный дядя к детям зашел Да Ну не оттенни Вот учись пока Я еще могу Я у тебя всю жизнь учусь Джаварик Ровно 26 ноября В следующем году Джаварик Все это время Я держался в форме Просто Удак морщины Рез И в Харлу превращался Ну я еще Извини Еще наверное Почему именно Творческие Я имею ввиду Потому что там еще Мне кажется Есть Вот этот Желание Вот этот эгоизм Когда ты такой Я плохо выступила Все Жалей меня весь вечер Мне так плохо Я такая несчастная Или там Не жалей Но вот ходи вокруг меня И придумывай Как мне поднять настроение Это же такое Все равно Ты как бы Ты как бы Это осознаешь И ты иногда можешь Это пресечь А иногда Ну не можешь И я поэтому Ну вот стала обращать Внимание Что какое-то Немножко неравномерное Распределение Внимания К моим проблемам К моим вот Желаниям К моим вот Каким-то Творческим штукам Но в этом же есть Двигатель Того Чем ты занимаешься То есть Когда ты плохо выступила Да У тебя есть откат Энергетический Но Ну да Тебе нужно Чтобы тебя пожалели Либо ты сама Находишь ресурсы И потом Ты выступаешь лучше Соответственно Получаешь еще денежек И соответственно В семье у вас Нормально И ты получаешь удовлетворение И идея реализовалась И деньги получила Ну как бы У нас у творческих людей Это Есть такой момент Что со стороны Ну типа Вот чем мы сейчас занимаемся Просто мы болтаем Мы сидим Взяли два часа Поболтали Значит Потратили кучу денег Хотя мы могли бы Эти деньги Извини меня Там в детдом отдать А сами на заводе Поработать могли бы Да Сами могли бы сейчас пойти Вот и Расчищать улицы Вот я вчера Каршеринг брал Очень грязные машины Потому что Очень много слизи Вот этой Передо мной человек Расчищал лопатой Я бы мог Вот на его месте А я поехал Спать В этот момент Ну то есть Понимаешь На гитаре играл Тут да Тут у нас такая С одной стороны Гнилая профессия Очень Эгоцентричная Даже тут не эгоистичная Эгоцентричная Что мы Завязаны на себе Но в этом и есть Это топливо Для того Чтобы ты что-то доказал Что-то сделал Потому что ты как бы Для себя Как бы для людей Чтобы они посмотрели Но при этом Ты получишь от них кайф И ты такой Вот они посмотрели Но это я же делал Я же для вас Ребята Я в вас Весел Вот сейчас Зрители смотрят Это мы вам Чтобы А на самом деле Мы Ну это вот такой Мне кажется Энергетический обмен Поэтому тут Вообще всегда В паре В партнерстве Сейчас прости Я уже закончу Важно За стол Зовут Вот основная тема Должен быть баланс И в этом И в паре Человек должен Понимать друг друга Потому что А прикинь Жить там В семье Не знаю Полицейского Какого-то Крутого Следователя Которому Звонок Тут убийство Расчлененка Он должен Выехать Приехать Потом вернуться Врачи, которые работают Там Вот у них смены Она уходит И возвращается Вот так вот Падает Спать Ну то есть И в этот момент Ты такой Ну что ты Как это Опять спишь А мне Что ты Я сам готовить буду Может встань Ну как Вы друг друга поддерживаете Как-то Или ты Это все сложно Это жизнь Вообще такая сложная Херотень На самом деле Не замечали вы Кстати Замечала Чем дальше Раньше Я думаю В смысле У меня в какой-то момент Разочарание было Что мама Не может По домашке Мне помочь То есть в какой-то момент Я понял А Вы этого уже не знаете Типа Что нам задают Раньше А вот что Ну ты смотри Ага А потом Вот это Просто я сейчас Детям не могу помочь Я уже в какой-то момент Увидел когда Десять тысяч Там Минус Две тысячи Десять тысячи Ты такой Наверное Ты тоже По школе Замечал Как вот эта Спесь матери Падает Типа Авторитет Ну что Непонятно Что здесь Сколько Сколько У него Морковок было Три Было Леша Три Было А потом Ты такой А вот Дискриминант Давай Я тебе Что Я тебе Журнал Купил А вот это Купил А что Я тебе Еще Вот это Должна Ты взрослый Парень Уже Ты приходишь Так Барьера Когда Не на все Вопросы Родители Могут Ответ Когда тебе Уже больше Мотивации Дают Давай Уже Тоже Большой Вырос Занимайся Почитай Там Там Все Есть Надежды Уже Больше Я на тебя Ты же Мой Сын Да Это Это Ты мне Расскажи Это Да Это Короночки Вот Это Ты мне Расскажи Смысл Ли Вообще Как бы Снимать Подкаст С чем-то Заниматься Абсолютно В любом случае Будь ты Успешный Богатый Или просто Там Нищий Главное Гармонию Себе найти Я точно Подхожу Под Вот Эту Ролевую Модель Мне кажется До сих пор Если мы Говорим Про Взаимоотношения Я Под эту Ролевую Модель Большую Часть Времени Подходил Ну вот Вы пока Говорили Анализировал То как Я находился В отношениях И я точно Был Вот Самое главное Что я не Замечал Этого Я был Убежден Что я Прям Ну типа Разграничиваю Вот эту Мою жизнь Где я Ну где Человек Долго Не мог Понять Подожди Ты выступаешь Каждую Неделю Иногда Больше Раз Чем В неделе Есть Дней И Чаще И 90% Бесплатно Ты это Делаешь И ты Ну такой Да Ну давай Ты Не понимаешь Просто мне Надо Ну это Долгий Процесс Не за Все Платят Деньги Так то Я крутой Буду Конечно Просто Сейчас Ты должна У меня Стиль Ну и Типа И я Особенно Когда ты Выходишь Из отношений Тебе легче С собой Быть честным И Оглядываться Назад Что По хорошему Чар Ну С тобой Было Сложно Я Вот Этот Пример Творческого Человека Где Где Ну Она Была Она Она Всегда Почему-то Часть Картины То есть Большая Большущая Часть Картины Но Все равно Как будто Я Вел себя Эгостично С точки Зрения Что Это Ну Это моя История Где У меня Есть Мой Любимейший Человек Но История Моя Ну Типа И Понятно Что Она Скорее всего Думает Про себя Так же Но Все равно Но Я Аккумулирую В наши Отношения Что Не Ну Типа Канон Это Чермен А ты Это Уже Вот Эти Ремейки Оскар За лучшую роль Второго плана Да Это Ты Рассчитывать Можешь Естественно Конечно Ну То есть Но Это Момент Совместимости То есть Каким-то Людям Какие-то Люди Не то Что Терпимы К такому К каким-то Людям Это Подходит Они Определенно Получают Тоже Свой Какой-то Толчок Своё Удовольствие От того Что Помогают Тебе В своём пути Кто Ну Кто-то По натуре Своей Тот Кто Санчо Пансо Тот Кто Поносит Тебе Снаряды Тот Он Поносит Тебе Меч И ты Уже Там Орудуешь Вот К примеру Представь Что ты Вот Про карьеру Вот ты Идёшь 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 А у тебя Бо ещё И не Получалось То есть Я думаю Партнёру Не так Сложно Угнаться За тобой Если у тебя Ещё Идёт Он Видит Как у тебя Крутой Такой Блин У нас Всё правильно Типа Всё хорошо Она Молодец Она Занимается Мне бы Тоже Чем-то Заниматься А не Только Утешать Тебя После Твоих Провалов Как Я Хотел Всегда У тебя У тебя Не было Их Адвокат Дьявола По-моему Об этом Вы пока Разговаривали Я посмотрел Ты просто Слова Поговорил Что У меня По контракту Нафу Сейчас Моё время Всё Общайтесь Я своё Сказал Вот я Сейчас Подумал О том Что Вот допустим Ты находишься В состоянии Вот мы Сейчас обсуждаем Эгоизм Но мы Не говорим О том Что человек Перманентно Эгоистичен То есть Ты говоришь Вот у меня Значит Там Цель Карьера И так далее Но ты же Нет такого Что ты только Сконцентрирована Там на работе И тебе Абсолютно Пофиг на того Кто живёт Рядом с тобой При этом Ты там Поддерживаешь Кошек Каких-то И ещё что-то Там Помогаешь маме Общаешься С братом И так далее Вот если бы Ну то есть Элемент Какого-то Как сказать Что такое Эгоизм Вообще Это Когда ты Свои Интересно Нет Не формулировка А что это Типа Это не состояние А это Я вот забыл Слово Ну я думаю Это больше Модель поведения Вот да Ну допустим Модель поведения Оно тебе У тебя Иногда Возникает Вот это Чувство Да Что типа Я хочу Только чтобы было По-моему Только для себя Хочу поступать В этот момент Только для себя Вот Когда у тебя Перманентно Только такое состояние Конечно это полное говно С таким человеком Вообще невозможно жить Невозможно На него рассчитывать Надеяться Всегда он будет делать Только как ты То есть это когда Превалирует Но у творческого человека Я говорю Это как бы топливо Поэтому Ты тоже Говоришь Я был сконцентрирован Но в этот момент Ты что вообще Ее не замечал Ты не поздравлял С днем рождения Не целовал ее Утром Или когда видел Что ей плохо Подходил И понимал Что ей нужно Твое тепло И ты ее Обнимал И поддерживал Если бы ты такой Она там рыдает И такая Бля Сегодня просто У меня на глазах Сбили мать мою И такой Подожди А что по поводу Вот этого панча Послушай Сегодня хочу проверить Кстати абсолютно бесплатно Он кстати тоже про машину Понимаешь Вот тут Как бы мы говорим Что в целом Мне кажется Неплохо эгоизм Я почему Хочу завершить тему Потому что мне пора ехать Ну короче вот Но надо вот Все равно Мне кажется Эгоизм Это вот как Короче Это как Какой-то металл Который Ну надо Вычленить Из состава Огромного Других металлов Как будто бы Его невозможно То есть Как правило Эгоизм Он идет В купе с чем-то В сотрудничестве с чем-то То есть Вот условно Если очень богатый человек Вот он уже очень богатый И Как правило Ну когда у тебя уже Вот Уровень дохода такой Что ты Уже не то что ты Или от твоих детях Все уже Ну все Ты перерос Уже вообще Все мыслимые Немыслимые Моменты И такие люди Как правило Очень большие Меценаты То есть Они Помогают И так далее Вот как будто бы Вот если ты не помогаешь То ты То это Мне кажется Очевидный эгоизм Но он Прикручен Прикручен К твоему Как это слово было Жадность Твоей жадности Но было более хорошее слово Из Библии Вот это хорошее Алчность Да Да Это твоя алчность Оно из Библии Зоя Ну смертный грех А реально Алчность Алчность Да Говорите Алчность Вот так Немного Ну там тоже Можно оправдать Это еще по-другому Ты такой Я детям своим Хочу помочь Я им оставлю Это тоже Мне кажется В таком контексте Это будет эгоистично Потому что Ну несоизмеримые Как бы Ты уже все Уже твои дети Уже о своих детях Позаботились Ну то есть И вот В этом ключе Я что имею ввиду Что Очень сложно Мне кажется Особенно в современном Мире Где вот Происходят такие штуки Как подкасты Как творческие люди Как музыка Очень сложно Просто вычленить Из всего Просто чистый эгоизм Понимаешь Вот как химический элемент Чистый То есть он всегда идет Либо с алчностью Либо с каким-то С нарциссизмом Вот Это же вообще Тоже рядом Близнецы Когда ты на себе Полностью вот Зациклен Вот только я Сам и вообще Класс Ну То есть Мне вот Я сейчас думаю Сложно То есть это всегда С чем-то Эгоизм же Он же одновременно И не эгоизм Допустим Я на работе говорю Нет я не буду Я в 10 Должен быть дома Для моего Домашнего человека Это не эгоизм Для них эгоизм Ну да Я говорю Что поэтому Нельзя вычленить Потому что Ну тут такой Больше бытовой Конечно То есть когда я Ходил на эти выступления Я постоянно Задним числом Постоянно думал О том Что ну конечно же Я все Я все выступления Обойду Но Но уже Я не поеду С комиками Потом тусить В бар Как я привык Это делать Все другие годы Когда я был Без нее Конечно же Я думаю только о том Вот как только Закончу Я сразу домой Пойду Потому что там Человек ждет Внимание Тоже к себе И как раз Но признаться Мне казалось Что вот это плохо Мне казалось Что блин Вот то что я Вот так вот еду Ну Мне казалось Что я сужаю Свой какой-то Свою среду Комедийную То есть Смол толк Условно Со своими Со своими чуваками Это тоже важный момент Производства Мыслей И так далее А я такой А я просто Бу-бу-бу Выступил Ну все пацаны пока Потому что у меня там Женщина И меня это Например угнетало Она не была вхожа В тусовку К сожалению нет Это ты Ни ее не ввел Или она не хотела Сложный момент Мне кажется Это был просто Сложный момент Еще и физически Потому что Она в Санкт-Петербург А я здесь И ты ехал в Питер После уставления И после майков Ты не замечал А ты не мог Мне просто сейчас На ночном В 8 часов Ты не замечал Как я Постоянно возле стейджа Там с фонариком Пиццвел Стейл в Капшо Да-да-да Ну кстати Если ты ездил на майке С расчетом на то Здорово Я все это время был здесь Здравствуйте Чтобы потом Ей дать лучшую жизнь В чем здесь Эгоизм Если бы Да нет Я ездил Чтобы хотя бы Если бы я заканчивал Данный выпуск Этого шоу Я бы сказал так Нужно Отключить в себе Эгоцентризм И иметь здоровое эго Тогда Есть такое понятие Здоровое эго Это когда Вот как Игорь говорит Что типа Вот я вам говорю нет Потому что мне нужно ехать домой Но при этом дома Я еще два часа уделю себе И вот когда есть такой баланс Это я кстати прочитал в книге Пхагават Гита Которую мне подарил Один индуист Наконец-то А как думаешь Два Да Ты паузу делаешь Но я не уверен Пхагавит Пхагавит Игорь Лучше просто мультики смотри Короче Если отключить Там всю вот эту вот тему Ну Если не интересует С кришнаистом Там Шиваизмом И прочим А просто прочитать Это как Ну Как нравственный учебник Вообще норм А с Кришной Еще лучше Поэтому я вас жду Всех Завтра На нашем тренинге Да Леш Смотри Мы вот Пока тут все бездетные Но я вот именно Хотела вот Еще за этот момент Уцепиться Потому что я Ну Хоть у меня и нет детей Но я понимаю Что когда они появляются Очень во многом Ты забиваешь на себя И на Ну какие-то Свои интересы Желания Еще что-то Ну то есть там Все мы знаем Что наши родители Там многим жертвовали Ради нас И отказывались От своих В том числе Там отдыхов Или амбиций Потому что надо было Просто заработать И как-то поставить И помочь Да Вот это переключение Ты почувствовал Как оно произошло Когда у тебя Вот первый ребенок Появился Что условно Ты все еще главный Человек в своей вселенной Или для тебя Это уже дети Ну не Я помню Когда вот Егор появился То есть прям Мы сконцентрировались На нем Ну то есть Что он должен Ну типа получить Там Не замерзнуть И там быть накормлен То что там Всякие Соблюдения влажности В комнате И холода Чтобы было прохладно И купать его нужно В холодной воде Чтобы он потом Нет Не болел Не был в шоке Ну закаленный Я там учил нырять Его Ну то есть Да и Глеб Когда тоже Просто вот Вот сейчас Им там 7 и 10 И у них уже начинаются Там Многие моменты Социальные То вот здесь У них там конфликты Им идут Со сверстниками То там Этот постоянно Перебивает Вот Глеб все время Сейчас он перебивает Ты сидишь Разговариваешь Он просто вот так Вот тебе Взрослый разговаривает Почему ты лезешь Вот И вот это все Ну то есть И Конечно В какой-то момент Ты Тебе приходится Вот то есть Мне например Хочется просто Полежать Посидеть там И ничего не делать В этот момент Я понимаю Что мне нужно Отвести на кружки Нужно выполнить уроки Особенно сейчас Когда появились такие темы Что там Учитель заболел Или был карантин И вообще на родителей Перекинули Это не те времена Вот сейчас Вот недавно было Просто там Они раньше ушли на каникулы По-моему на полторы недели Такие А вы должны тему изучить Значит Дома с детьми В смысле По всем предметам Куча контрольных И ты так целыми днями сидишь И они только появляются В группе ВКонтакте Полиция Вот еще Там Прочитать Книгу Посмотреть Сделать поделку Я смотрю поделку Чтобы ее сделать 40 минут нужно посмотреть видео Чтобы какую-то хероту Типа Я говорю Нет Все мы А бы как Типа делать Естественно Ты должен Уже выкраивать Ну как бы Не выкраивать Как сказать Распределять время На себя Потому что у меня тоже есть Работа Которую я должен выполнять И причем она Требует концентрации Я не могу сесть Там написать Ну на данный момент Да Вот я занимаюсь Сценариями Или съемкой Я не могу просто так Типа Ай Порай Это мой Друг Я тоже так показываю Что я работаю Вот так А вы как Ты как показываешь Нет Зоя Если говорит Я пишу Она всегда вот так Будет делать Она не может сказать Я пишу концепт Я пишу концепт Короче я пишу концепт Потом я пью кофе Потом я поела А вы кстати Как думаете сами Потом когда я летела На самолете Я летела Мы потом подрались Но Ну действительно Блин А как Просто Они растут Они требуют внимания Плюс они еще Сталкиваются С определенными проблемами Которые ты должен Там решать Или наоборот Их Как сказать Из них Лепить Правильных людей Потому что Какие-то запущенные моменты Они потом Вот Поэтому Ну да Наверное Ну Есть же Опять же Разный подход Есть родители Которые такие Да блять Сам Типа Живи Меня никто Типа Не заставлял Это мы Ходили тут в баню С моим другом Оператором С Вовой И дети Я отца взял Детей И И Вова такой А Вова здоровый И он такой После парилки Давай Типа В ледяной бассейн Пойдем Пойдем И детей моих Я понимаю Блять Это очень плохо закончится И он такой Туда Ну давайте Давай Глеб Давай Мелкий Я ноги Помочу Он такой Давай И он хватает его за руку Глеб Я понимаю Что очень сильно Напрягся Потому что там Очень холодно Я такой Ой Не надо Не надо Потому что Это закончится истерикой Он такой Че Ну ладно Ладно Просто Меня отец Брал И кидал И он берет И вот так вот Плещет на детей И они О Вова Вова Дурак Все Я говорю Вова Он такой Так а что такого Это просто Другие дети То что тебя кидали Ну ты и вырос Сейчас А у этих Немножко Другие В принципе Психотип Другой Вот Ну забавно Поэтому Ну есть кто-то Кто забивает Дети сами Как-то растут И все равно Становятся Нормальными Людьми Ну вот Или нет Или нет Или нет Да ну тут Вот видишь Как какая-то Такая лотерея Я кстати Вот что заметил Что можно Человека Его эго Центризм И вообще Эго считать По тому Как он Входит в разговор То есть Видно что Вот допустим Я расскажу сейчас Историю Которая покажет Что например Леша не эгоцентрик Расскажу историю Как я вообще Впервые увидел Лешу Нахуя-то Расскажу вам это И не знаю Нахуя-то что Фестиваль такой Я выступал В стендап-клубе И там был Леша А потом я поехал В стендап-стор Выступать И Леша тоже там был А выступал я в клубе А в стендап-сторе Леша обожает Леша обожает Твои выступления Просто не можешь пропустить Ни одну Я просто стендап-блять И вот мы не знакомы были Но ты меня увидел там И увидел там Я выходил из туалета С мокрыми руками Потому что там что-то салфетка Да, я помню И ты меня встретил И такой О, привет И я такой Ого А ты типа Ну сильно повлиял На становление меня Как на комика Можно сфоткаться Это вот к чему было И я поеду Блин, там Зоя Вот так даже лучше Зоя видно, но она Зоя, можешь не обижаться Мы сейчас тоже сфоткаемся Нормально О, класс Блин, кто-то может Игоря сфоткать? Не-не, я вообще самодостаточный В этом смысле Так вот И Леша подошел И он сказал О, привет Протянул руку Я сказал У меня мокрое И мы как-то там пожали И ты мне что-то там рассказал И видно было, что у человека есть какой-то Ну даже там По сути Тебе-то похуй на меня Всегда было Ну нет Ну ладно До октября прошлого года Ну нет Но все равно Ты как бы проявил так И видно было сразу По разговору человека Насколько Ну то есть Вовлеченность Есть разговор И когда она есть Тогда чувствуется Что человек не жесткий эгоцентрик Вот например Как Нурлан Сабуров Ему на меня Похуй с 1993 года Но Когда он меня видит Он все время подходит И говорит Типа Привет Как дела Ну и не важно Что когда я рассказываю Как дела Он уже в другой где-то стороне Но все равно Это есть Это смолток Да Да И когда человек Вот не перебивает Когда он смотрит На тебя Когда ты говоришь Это есть показатель того Что он не эгоцентрик А есть люди Которым ты подходишь И возможно Это даже какая-то Просто продавщица Ну то есть Я не уничижаю профессию Ну допустим Я иду в магазин И она не смотрит И вообще просто Поебать на тебя Вот она в своем мире У нее там на телефоне Какой-то видос идет Там какое-нибудь шоу И все Она тебе просто Вот так что-то отдает И все Вот это Так что по первичному По первичному разговору Можно считать по эмоциям Насколько человек эгоцентрик Так я понял Что ты нет Я думала Ты сейчас по-другому скажешь Потому что у меня есть Другое разделение Вот если например Идет по входу в разговор Вот идет какой-то разговор Допустим Вы втроем сидите И что-то обсуждаете Я вас там всех знаю Как и в жизни Но я попозже пришла И допустим Я подсяду И у вас идет обсуждение И я дослушаю его И потом Ну например Там типа Что-то свое скажу А есть люди Которые вот Вы разговариваете И просто садится И такой А я что придумал Вообще Вот такой прикол Бля охуенно же Я придумал Да разъеб То есть Прекращается Разрубается сразу Все что было до этого И типа Все внимание Мне 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 Кстати я сейчас Я вот так себя вел Раньше в детстве Вот ты сейчас Сказала А я сказал Что я не слышал На самом деле Так было Я всегда приходил В компанию И просто очень долго Рассказывал Все что у меня Да Ты хотела историю Рассказать Такого подкаста Который я не знаю Я не знаю ни одного Из людей Которые там Разговаривали И я раз в год Езжу в Новосибирск Потому что я ненавижу Туда ездить Я просто Ну ненавижу Туда ездить Помимо того Что это Жуткая потеря времени Какой-то джетлаг Плохо себя чувствуешь Я еще Мне становится Сразу плохо Когда я туда приезжаю Я думаю Отчасти потому Что меня отбрасывает В то эмоциональное состояние В котором я была Когда я там жила И отчасти Потому что Я вот приезжаю На этот мамин район Вижу Что там ничего За 34 года Не поменялось Мне от этого Как-то грустно Я вот вижу Что нормальные магазины Это все по 50 копеек И короче Ну вот И все вкупе Меня как-то Угнетает В общем Я стараюсь ездить Раз в год И уже Я знаю Что даже 4 дня Мне много Я вот 3 Типа и все Я полетела И я смотрю это видео И я такая Ну вот допустим У меня 15 раз Осталось Увидеть маму И я такая Это же Ну пиздец Как мало Ну мне очень мало Ну этих раз То есть там Последние 2 года Еще получалось Что она прилетала В Москву Раз в год И вот 2 раза в год Но все равно Я такая Ну вот что я за мразь Что такая Ну мне дискомфортно Там я устаю Мне вот не нравится Типа у меня там сидит Человек у которого Это может быть в году Главное событие вообще Вероятнее всего Это у меня Все-все-все-все-все И потом вот еще Я к маме съездила А у нее вот Ничего-ничего-ничего Потом Зоя приехала И потом год съедим Типа ждем Ну это просто Вообще буквально Там неделю назад Наверное было И я поняла Что Ну я так больше не буду Я не буду больше раз в год ездить Я буду ездить больше И буду ее стараться привозить Потому что я такая Ну просто То есть вот этот момент Как раз мы там С психологом Вот обсуждали И строили планы Как мне наоборот Вот больше там Своего комфорта И больше отдыхать И вот свое там Какое-то восстанавливаться И я такая Ну это все да Но это будет тогда Пусть за счет работы Например А вот это все Потому что меня так Ну вот Почему-то именно Эти подсчеты Они меня так разъебали Хотя до этого Я знала Что я раз в год езжу И вот сама цифра Раз в год Она меня как-то Ну не трогала А тут я такая Блин Это просто вообще Какое-то Очень плохо Это тоже эгоизм Кстати Ну Я не знаю Может я хуйню сейчас скажу Или там Об особенное настроение Но вот когда Утрата происходит Близкого человека Ведь Человеку все равно То есть То что вы переживаете Когда его не становится Это тоже ваше эго Вы жалеете себя В первую очередь Что типа Это вот У меня больше Не будет этого И Вот этот эгоизм Тоже конечно Хорошо было бы Как-то Структурировать у себя Внутри Для того чтобы Ну может быть Легче переживется Может быть как-то Или наоборот Сейчас пока все Хорошо Можно Ближе стать Если это понять Ну вот сейчас Да Потому что я Это тоже Эгоистично Это короче Эгоизм против эгоизма Но я вот сейчас такая Мне мало Мне с моей мамой Столько мало Я хочу больше Поэтому И вот это Хорошо сработало В итоге Ну да То есть Ты изменила отношение К этой ситуации Это наоборот хорошо А может быть Ты дальше так жила А говорят что Ничего в соцсетях Полезного нет А вот Ну просто Я 600 часов Смотрела видео И одну оказалось Коты 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 Навести маму Коты 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 Типа не так много Ему будет 80 лет Это пиздец До хуя Раз мы его увидим Надо поехать в ТЦ Хоть бы не приезжал Ёбаный тикток На хуй Каждый день ездит Я надеюсь После этого выпуска Все жестко Начнут домой приезжать И в Москве Появится больше места В метро И такси дешевле И такси дешевле Ставим Не А если серьезно То блин Это было бы круто Если бы все Моя опять же мечта Вот эгоистичная Касаемо Мама Матери Я очень хочу ее перевести Опять японский Прорвался Чтобы туда вообще Ну не ездить И чтобы во-первых Ну в любой день Можно было и увидеть Чтоб она жила здесь Вот Хочет ли этого она Абсолютно нет Волнует ли ты меня Абсолютно не ведет Я просто Ну короче Она говорит Нет-нет-нет Я говорю Ну мы ремонт Тебе начали делать Тут в квартире И присылаю ей дизайн Говорю вот смотри Типа Она такая Так у меня тут бабушка Типа Я такая Вот смотри Какой у тебя будет подоконник Кого-то не приходит ответ Что с интернетом Ты выбери Лайкни Но я просто Вот этого я хочу Для себя тоже Она не готова переезжать Нет Никто не готов переезжать В 61 год Никто не готов Вот у меня У меня как раз Мама постоянно Знаешь Когда Ну вот эти Скучающие беседы Когда ты просто Вы разговариваете Или переписываетесь И когда она Вот уже знаешь У нее такая Степень скучания Когда она вот Вбрасывает Вот эти типа Конечно Конечно Я бы хотел рядом с тобой И жить где-то Ну А она понимает Что я как бы Ближайшее будущее Пока буду здесь жить Это точно И говорю Ну Я конечно могу Как это постараться И если Ну ты захочешь То ты сможешь В обозримом будущем Здесь жить И как только Я всерьез Вот так говорю Ну Ну Не Ну Куда Куда Ну Типа Нет Я же тут Никого не знаю И я сам при этом Понимаю Что Ну Зная свою Мать Ну Типа Это будет Это ну По ней можно будет Первые две недели Просто ситком снять Как просто человек Пытается Все не вывезло В этом мире Да Просто существовать Я сам до сих пор Я бля к другу пришел Он переехал со своей невестой Я приехал к ним в гости Они живут в ЖК Каком-то Я захожу И чтобы Я пять минут Стою И не могу вызвать лифт Абсолютно Не понимаю Потому что там Нихуя нет кнопки А это я понял Это что за момент Это где надо подойти Этаж нажать Потом лифт Или твоего этажа Конкретно Вот что происходит Подходит человек Достает Блядь Тройку на лифт Прикладывает Тройку на лифт Ну я Ну карточку Карточку Бам Потом там сенсор Бам И все И ты заходишь в лифт Внутри лифта Ноль кнопок Я Это что происходит Я в тюрьме Или что это И как ты доехал Охранник Который на ресепшене В подъезде Не в подъезде А на ресепшене Уже да Он подошел Типа на какой этаже Говорю на четвертый И что он как он Как Джордж из джунблики Наверх вот так И он достал Карту свою Типа Бам Бахнул мне четвертый Сказал езжай А кнопок нет Кнопок нет А на что На панели На панели Когда ты прикладываешь Появляется панель А серьезно И там бам То есть так просто Залететь ты не можешь О, что-то мяч забыл Все Мяч забыл Подожди Пока вот это все Включится Короче Я недоволен Технологиями Серьезное обсуждение Было какое-то Я просто Лифт и большая проблема Серьезное обсуждение И все И все И все И в чат Туда Осетинам Типа Вот смотрите Как там Никто не будет жить У меня бабуля Недавно Это Вот как раз Та Которая Всю жизнь Все для всех И ничего Для себя И Короче Мы разговаривали Ну У нее сейчас Она очень старенькая У нее там Проблемы со здоровьем И мама Ей занимается За ней следит Помогает Ей все И мы созванивались С бабушкой Она такая Вот конечно Вот мама Мне помогает Но маме же тоже Как бы У нее тоже уже здоровье Там вот Ей бы кто-то Вот Конечно Говорит Ну Очень неправильно Что вы оба С братом уехали Кто-то один Должен был оставаться С мамой Типа в Новосибирске И я такая Ну кто-то один Это я Потому что брат Первый уехал То есть как бы Получается я плохая Вот Потому что я на все это Посмотрела И тоже поехала И Ну Я тоже понимаю Где вот в меня Чувство вины закидывает Я такая Ну тут Ну объективно Неправильно Потому что вы сейчас Все В том числе Ну как бы Пользуетесь плодами Того что мы с братом Поехали И нашли себя И там начали зарабатывать И помогаем И можем помогать И там подстраховывать И так далее Но я вот такая Да То есть у нее Скорее всего в ее парадигме Ну вот так нельзя Типа Как ты поехал У тебя тут уже Ну наверное да Другой взгляд И устоявшиеся какие-то Это как Это как раньше где-то Раньше было Что младшая дочь Младшая, по-моему, дочь Не должна выходить замуж Типа Она с родителями остается Чтобы за ними в старости смотреть Где-то я читала Любую дочь И у нас здесь Младший сын Что младший сын Ему достается Отцовский дом Типа Младший сын Если он того желает Остается жить А он естественно Того желает Ничего Он когда в восьмом классе Об этом узнал Он такой А, может ни хуя не делать Я тут остаюсь Опа, на Это все Ты пока кушаешь Моих вот этих штук Знаешь С другими братьями Давайте Собирайтесь потихоньку И потом мама с пузом Выходит Он такой Да-да-да Разочарование И надеешься Что будет Это какой-то Как у Болтонов Как-как Болтонов В Игре Престолов Помните был момент Когда он узнал Что отец Помните чем закончилось Пересмотрите В данный момент На самом деле Мне всегда казалось Прикольно Что вот если ты Имеешь Возможность То есть Допустим Сейчас я могу У меня есть возможность Отца поселить На три Месяца Например Круто Типа маме помочь Круто Если что Брату помочь Где-то И когда ты располагаешься С средствами Понятно Что ты Не просто так они достались Ты работаешь Но ты Где надо Ты распределяешь А не так Что ты чакнешь Вот как бы Алчность О чем мы там говорили Да-да-да Наверное все равно Надо правильно Как-то Распределять Чтобы и на тебя Не насели И ты не охерел И в то же время Как ты говоришь Ты понимаешь Блин Ты же не можешь С мамой не увидеться То есть ты в противовес Своему какому-то Комфорту Для тебя же все равно Это важный эмоциональный момент Встреча С родными И Ну значит Надо до этого Короче меньше Наверное Работы взять Чтобы и отдохнуть И к маме съездить Все равно Это ничего Не уйдет При твоих-то Этих Талантливых Друзьях Я хотел сказать Что ты талантлив Ну Ну Ромаха поделаешь Ну Ты женщина Хорошо Сидим Я вот Рикки Морти Смотрел Пересматривал И не увидел Там настоящего Рика А почему? Это был не тот Рик не канон. А что с ним случилось? Не оригинальный Рик. Плохо нарисовали? Да не, но он типа такой фейковый. Объясни, пожалуйста. Нет, я не хочу объяснять. Пусть этот прикол будет здесь. Пожалуйста, не вырезай никогда это. В курилке мне объяснил, в чем прикол. Я бы так тоже не поняла. Я понимаю. Потому что, кстати, мы выросли на этом. Тонсор Рик? Да. Закрылась. Это было очень сложно. Я, кстати, вот вспомнил, что я был точно... Кто-то из вас проговорил эту формулировку. Удобный. Я был удобный ребенок. Это тоже ты была? Да. Ты проговорила или ты тоже была удобный ребенок? Я проговорила, и я вообще удобная очень. До сих пор я удобная. А что значит удобный? Значит, ты под всех подстраиваешься. Ты такой, ну ладно. Да, не создавать проблем. Я не знаю, в каком контексте тебе пришлось такой быть. Но вот у меня это как-то, знаешь, я точно таким не был с самого начала. Но просто в какой-то момент, потому что в семье часто бывали какие-то такие вот американские горки с конфликтами постоянными какими-то. То есть у меня это на уровне какого-то внутреннего рефлекса. Я настолько уже хотел минимизировать, ну типа какой-либо конфликт, что даже в не требующих в целом такого прям полного моего, знаешь, принятия или полной моей капитуляции момента, я все равно... Вот где не надо углы сглаживать, я все равно их на всякий случай еще сглаживал, то есть я полностью комфортный, удобный чел. То есть я вот просто, меня посадили перед телевизором, и ты вернулся через 6 часов, я тут же сижу все еще, смотрю телевизор, вообще все хорошо, никуда не хожу, никаких проблем. Ну то есть, при том, что у меня, при этом у меня полное, у меня сельское активное детство, я там, ну везде все, но вот без, я не помню, чтобы, то есть из-за меня там к нам пришли, там, и там жаловались на меня или что-то такое, я избегал таких ситуаций максимально. Если что-то происходило, я делал так, чтобы никто никогда не узнал. Но почему? Потому что это воспитание такое? Ты понимал, что тебе вставят нормально? Нет, я не хотел просто, чтобы еще раз был конфликт дома, типа из-за меня, осложнять кому, вот тут у меня было, типа, ну тогда ему, а вот я осложню его жизнь. И чем я старше становился, это немного, конечно, мутировало, модифицировалось, все равно внутри взаимоотношений, просто даже с людьми, с друзьями, я часто занимал какую-то не самую выгодную для себя позицию. В моментах, когда, ну даже если бы занял, это бы не было, то есть с моей стороны, возможно, каким-то прям эгоизмом сильным, то есть я бы просто, ну вот я так хочу. Это было, скорее всего, воспринималось как мой какой-то, не знаю, стержень или характер. А я везде такой, с каким-то вот этим уничижением, то есть прищемлением немного своих интересов, дабы, не дай бог, не было какого-то вот, ну то есть я и тут, и так, и здесь подставлюсь, и тут, конечно, бейте. И вот здесь, ну, и это прям очень долго, то есть сейчас уже такого нету, сейчас, конечно, откуда, но очень-очень долго я вот в этом. И я как раз благодаря вот каким-то похожим беседам совсем недавно вот так окинул взглядом свое детство и такой, так я, получается, вот такой тип был. Потому что мне казалось, что я просто был, типа, тихий, что-то, что-то, а оказывается, что нет, что это осознанно, типа, что я просто избегал конфликтов, а не то, что я сам по себе какой-то вот такой. То есть я заключаю, что я, получается, не эгоист. Ни в сколечке не эгоист. Так получается? Получается так. Народное собрание оценило. Но это именно в детстве? Ну да. Сейчас ты 20 минут пиздишь один. Получается, нет. Ну да, ну вот эти все темы, что лучше я не буду высовываться, это, да, действительно, это все равно из детства, а детство наше проходило в основном в определенном историческом периоде. Поп-культуре, в том числе зарубежной. А вообще на все влияет поп-культура? Поп-культура и грудь. Реально, это ответ на все вопросы. Так поп-культура или грудь-культура? Да, вот так вот. Думаю, я расслабился. Но мы, кстати, поп-культура. Думаю, да. То есть мы часть поп-культуры. То есть мы тоже влияем. Я в последнее время, да. Ты влияешь? Блин, вот такая поп-культура в последнее время. Я поп-поп. Поп-п. Как Филипп. Как Кингисепп. Каждый по примеру с поп-пу. ПП. Да не подкидывайте. Эгоисты. ПП. А зачем ты спрошел? Про что? Поп-либо. Поп. Ну я про то, что мы влияем сейчас, в данный момент, на людей, которые вот сидят, слушают и делают какие-то выводы. Думаю, можем, конечно. На какой-то маленький среду. Ну, как минимум, то, как мы шутим, то, как мы говорим, то, как мы выглядим. Да. Есть последовательность. Я думаю, есть. Мне, кстати, пишут иногда. Я иногда вот что-то советую. Ну, типа, посмотрите вот это, допустим. Например, сериал «Ревью». Типа, пиздец смешной. И вот люди, некоторые смотрят и пишут, посмотрел сериал «Ревью». Большое спасибо за рекомендацию. Что нам делать дальше? Да-да-да. Слушайте альбом рэпера «Ты проиграл». Это он. Это ты? У тебя альбом есть? Да, музыкальный. А где он? На любой стриминговой площадке. Спасибо за буст. Да. Все. Это что, сейчас снялся Reels? Это было Reels. Reels. Дорогие друзья, спасибо, что сегодня пригласили меня. Мне было очень приятно. Это все было ради тебя. Да? Спасибо. Мне очень... И ради подлинного Рика. Нет, моя экоцентрическая сущность... Я просто боюсь, микрофон сзади. Хотя он у тебя здесь, на кадыке. Нет, мой внутренний эгоист очень порадовался, что наконец-то ты к нам пришел. И вообще, это для меня прям большое удовольствие. Но, кстати, тут надо дать должное, что мы друг друга часто выручаем. И ты приезжала к нам выступать на «Восстание 24» и «Друг 27». Да, еще приедешь. 15 мая, кстати. Поэтому как я мог не прийти? И вы все приезжали же к нам. И я приеду. И ты вообще вот сейчас вот как бы наднясь будет у нас в гостях. Поэтому... Как выяснилось, еще и платно. Можно быть эгоистом, но надо помогать друг другу. Как вы считаете? Да. Особенно вот людям, которым ты расположен. к тем, к тем не расположен, не надо. К том, к том. К том, к том. К том, к там. К том, к том. Ну, а закончим мы все это песней. Что это? Что это? Послание с небес или чья-то злая шутка? К том, к том, к том. Часть первая. Не, надо, кстати, в 40 позвать Смирлягу проверить, как он вообще... Спецвыпуск. Мы в Питер приедем на твое 40-летие и снимем надкаст, где ты его так больше разговариваешь. Давайте. Тебе нравится идея, что мы с вами приедем? Да, что вы приедете и мы с ним... А давайте снимем надкаст со зрителями. Стейджа. Давай. Я хотел сейчас сказать, да я все оплачу, но такого не... Скажи, скажи. Нет. Зачем? Потом придется оплачивать. Это же я не потяну. Это вы смотрите, сколько у вас народу. 90 человек сидит, 60 камер у вас. Как это? Блин, откаст со зрителями стейджа круто. Зоя, соглашайся. Я уже вижу это. Смотрите, знаете, как мы сделаем? Мы поставим стол... Я давно это хотел сделать, я уже это вижу. Мы стол поставим по центру. А, люди вокруг. По центру, а люди вокруг. Как в этом, гринрум? А что такое гринрум? Гримерка, типа? Ну, где вот разгоняют комики, американский такой. Я не знаю, где гринрум, да, он недолго просто читал. Гринрум, это же гримерка. Да, и называется шоу так. Шоу так называлось, там типа очень топовые комики сидят, и условно разгоны, но типа... Но зрители у них вот так прям, вот так прям, вот тут уже начинают, у тебя в затылок тебе дышать. Я за. Или во дворе вообще, летом, поставим во дворе... Шашлык какой-то? Не, во дворе в клубе, не просто вы, да, не у меня приезжайте. В пушке не посидим, во дворе. Или откроем багажник, сядем. Точно, я буду ехать. Подгоним пять машин вот так друг к другу, и на багажниках. Каждый на своей машине. На своем багажнике, да. Где я классная? Ну, я про еще стол. Где мы внутри, помнишь, где еще мы внутри были? Где дождик капает, и не на нас. Нет, слушайте, если нам вообще такое согласуют, то, конечно... Конечно, сразу пул снять. Со мной. Приезжайте с ним. Все темы, на которые ты не пришел. Я буду просто разной. Типа это не я. Пиратская вот эта, пиратская штука. И один раз Бандерас. И один раз Бандерас.